Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. Жуткая бесчеловечность и необъяснимая жестокость. Мать, убившая собственную дочь, получила 11 лет колонии. Самый грандиозный духовный центр на Северном Кавказе возводится в Махачкале. Репортаж с местом о штабной стройке сегодня в выпуске. Разгул стихии оставил без света 12 районов Дагестана и часть Махачкалы. О развитии ситуации через пару минут. Дагестанку приговорили к 11 годам колонии за то, что она утопила собственную дочь. Жительница села Чентаул Кизилюртовского района признана виновной в убийстве своего ребенка, сообщает Следственный комитет Дагестана. В сентябре 2018 года девушка погрузила девочку в воду и удерживала там до тех пор, пока не убедилась, что она мертва. Причиной такого поступка осужденная назвала нежелание заниматься воспитанием ребенка. Девочке было всего 6 лет. 12 районов Дагестана и часть Махачкалы остались без света из-за непогоды, как сообщает пресс-служба дагестанской сетевой компании. По информации Минэнерго России, без электроснабжения оказались потребители в 249 населенных пунктах. Это около 85 тысяч человек. Временно из-за ухудшения погоды без энергоснабжения остается часть жителей Сергокалинского, Буйнакского, Карабдахкенского, Ботлихского, Левашинского, Кумтаркалинского, Кунзахского, Кизлярского, Дербенского, Сулейманстальского и Маграмкенского районов республики. А также некоторые микрорайоны Махачкалы, говорится в сообщении дагестанской сетевой компании. Энергетикам уже удалось наладить электроснабжение в половине обесточенных из-за непогоды домов. На данный момент еще идут восстановительные работы, но грядущее резкое похолодание, которое прогнозируют синоптики, может осложнить ситуацию. В Махачкале продолжается строительство духовного центра имени пророка Исы Мирюму. Грандиозный проект занимает площадь в 26 гектаров. Недавно был официально получен полный пакет документов на эту землю. Градоначальник лично вручил их духовному лидеру Дагестана. На каком этапе сейчас находится строительство уникального объекта, самого масштабного на всем Северном Кавказе, узнавал Хамза Нурмагомедов. Мечеть – сердце духовного центра и самое большое сооружение комплекса. Общая площадь ее составляет 32 тысячи квадратных метров. Она будет носить имя пророка Мухаммада Мир ему и благословения. И сможет принять более 20 тысяч молящихся одновременно. На сегодняшний день мы завершили практически все монолитные работы по мечети. У нас остались внутренние ригеля, которые будут основанием для конструкции перекрытия крыши. В центральной входной группе мы завершаем кладку. И в передней части мечети, где находится имам, где его место будет, мы тоже завершаем кладку. Помимо мечети, здесь возводят и другие социально значимые объекты. Это школа, садик, реабилитационный центр, спорткомплекс. Однако больше всего поражает территория, отведенная для парковой зоны. Это ровно две трети земли, то есть большая часть. На Народной аллее, которая протянется от берега моря до Духовного центра, только за последние три месяца посадили более тысячи деревьев. На всей протяженности аллеи, а это целый километр, человек не будет пересекать дорогу. На участке старой Каспийской трассы соорудят подземный переход шириной 18 метров с плавным подъем и спуском. Ежедневно на территорию Народной стройки приезжают делегации из разных уголков республики, страны и даже зарубежья. Кто-то просто посмотреть за ходом строительства Духовного центра, а кто-то помочь в добром деле. Сегодня мы застали добровольцев из Буйнакского района. Приятно, что какое-то участие у нас есть, чтобы когда души, моральные, духовные, успокоиться, когда какую-то помощь оказал. Сегодня тоже сын пришел. В 2025 году планируют полностью завершить строительство всех объектов и благоустройство территории Духовного центра. Приблизительно 30% работ уже сделано. Трудятся непрерывно. В начале этой недели сделан еще один шаг на пути к финальной цели. Мэр Махачкала официально вручил муфтью Дагестана полный пакет документов на земельный участок, отведенный для строительства. Нет сомнений, что это уникальное сооружение станет одной из красивейших достопримечательностей Дагестана и Кавказа. Будет прекрасным местом для паломничества верующих, получения знаний и проведения досуга во всей России. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Каспийске прошло открытие резервного центра обработки вызовов системы 112. Центр предназначен для приема, обработки и передачи в экстренные службы вызовов поступающих от граждан республики. В центре 18 автоматизированных рабочих мест. Здесь располагается управление по делам гражданской обороны и единая дежурная диспетчерская служба города Каспийска. Я бы хотел пожелать тем, кто работал в центре, чтобы поменьше у вас было вызов по черчаевым ситуациям. Если перейдете в режим черчаевым ситуациям, чтобы достойно справиться с вашей задачей. В Дагестане будут собирать самолеты. Цех для сборки легкомоторных самолетов МАИ-411 площадью более 5000 квадратных метров появится в скором времени в Кизляре. Строительство нового корпуса за счет собственных средств завершает Кизлярское оборонное предприятие «Концерн Кэмс». На базе нового цеха уже в этом году запланирована сборка трех самолетов. Кроме этого, у предприятия появится собственная авиакомпания, нацеленная предоставлять широкий спектр услуг. Здесь также имеется своя взлетно-посадочная полоса с выходом на аэродром. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok